В годы Великой Отечественной войны на полях сражений присутствовали не только специально обученные солдаты, но и добровольцы как из простых людей, так и из знаменитостей. Несмотря на то, что в те времена уже известным кинодеятелям и даже студентам театральных училищ полагалась бронь, они бросали все и наравне с остальными пополняли ряды Красной Армии. Кто-то отправлялся в горячие точки, намеренно увеличивая свой возраст, кто-то выступал с концертами, поддерживая моральный дух солдат, а кто-то работал в госпиталях. Знаменитые актеры-фронтовики, которые встали на защиту Родины от фашистских захватчиков, смотрите в этом видео, не переключайтесь. 22 июля 1941 года, когда началась Великой Отечественной войны, начинающий актер Михаил Пуговкин только закончил съемки в своем дебютном эпизоде. Он играл купца-спепашку Барского в фильме «Дело Артамоновых». 7 июля Михаил Иванович отправился на фронт добровольцем, подписав себе год, несмотря на то, что 13 июля ему исполнялось 18 лет. Первый бой для юного артиста случился еще до того, как он успел получить форму и переодеться. Машины с добровольцами, которых везли на передовую, начали обстреливать немцы. Пуговкину удалось спастись, но на этом его злоключения не закончились. Его ждали страшные бои на Смоленщине, а в 1942-м, во время сражений под Ворошиловградом, сейчас Луганск, актер получил серьезное ранение в ногу, из-за чего был отправлен в госпиталь. Михаил Иванович в больнице пережил не менее страшные часы, ведь ему грозила ампутация конечности. Он умолял хирурга спасти ногу, поскольку он артист. Ему помогло и то, что в тот момент пришла телеграмма от Иосифа Сталина с требованием прекратить бессмысленные ампутации солдатами, иначе лечить нормально. Ногу спасли, и актер Фронтовик подарил публике такие картины, как «Корабли штурмуют бастионы», «Верные друзья», «Девушка с гитарой», «Девчата», «Операции» и другие приключения Шурика, «Свадьба в Малиновке», «Спорт Лото-82». За мужество на фронте он также был вознагражден Орденом Отечественной войны второй степени. В 2008 году Михаила Пуговкина не стало, причиной смерти послужило обыстрение сахарного диабета. Участник Великой Отечественной войны режиссер и актер Леонид Гайдай не любил рассказывать о войне, зато вернувшись обладал уверенностью, что после пережитого горя людям необходимо дарить радость. Поэтому на свет и появились его фильмы «Кавказская пленница» или «Новое приключение Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и не может быть. За день до начала войны Леонид Иович окончил Иркутскую железнодорожную школу, а спустя два дня ушел на фронт добровольцем, но его не взяли. Осенью 1941 был призван на службу в армию, его сначала отправили в Монголию, где он объезжал коней. Когда в часть за пополнением явился военком, Гайдай вызывался в артиллерию, флот, кавалерию, разведку и так до тех пор, пока о него не попросили помолчать, чтобы огласить весь список. Потом этот момент из жизни Леонид Иович включил в свой фильм «Операция И» и другие приключения Шурика. В результате его отправили на Калининский фронт красноармейцам пешей разведки, где он проявил себя как настоящий боец. Он участвовал в Великолугской наступательной операции, забросал гранатами огневую позицию противника, убил троих немцев и захватил солдат противника в плен, за что был награжден медалью за боевые заслуги. В 1943-м во время очередной разведки подорвался на противопехотные меня, получив ранение в правую стопу. От ампутации ноги отказался, провел больше года в больнице и перенес пять операций. После госпиталя Гайдая признали негодным для дальнейшего несения воинской службы и комиссовали. Он вернулся домой и начал снимать в кино. В 1993 году режиссера не стало, но скончался в результате тромбоэболии легочной артерии. Актер-фронтовик Владимир Басов свою первую награду за боевые заслуги получил в 1943-м. Организованный им ансамбль художественной самодеятельности за два года с начала войны дал более 150 концертов и спектаклей для бойцов. В 1945-м он руководил штурмовой группой и под его командованием удалось захватить немецкий опорный пункт, уничтожить шесть огневых точек, три блиндажа, более 60 солдат и офицеров противника. В этом бою артист получил тяжелую контузию и за свои заслуги был награжден орденом Красной Звезды. Вернувшись с фронта, поступил во ВГИК и после его окончания начал сниматься в кино. Зрители запомнили Владимира Павловича по таким картинам, как «Я шагаю по Москве», «Преступление и наказание», «Большая перемена», «Афоня», «Приключения Буратино», «По семейным обстоятельствам» и «Мимино». Умер Басов в 1987 году от инсульта. Советскому и российскому актеру Иннокентию Смоктуновскому во время Великой Отечественной войны довелось даже побывать в плену. В 1943-м его призвали в армию и направили в Киевское пехотное училище, а спустя 7 месяцев в срочном порядке без присвоения офицерского звания отправили родовым на фронт. В должности связного участвовал в боях на Курской дуге, Днепреев по освобождению Киева. За то, что под обстрелами на Днепре доставлял донетение в штаб, был награжден первой медалью за отвагу. В конце 1943-го он попал в плен и больше месяца провел в лагерях, но затем сумел сбежать. Его укрыла украинская семья, с которой артист потом поддерживал связь до конца своих дней. Позднее Иннокентий Михайлович получил звание младшего сержанта и командовал ротой автоматчиков во время освобождения Варшавы. В 1945-м в битве при деревне Ларацена его отделение одними из первых ворвалось в траншеи противника, уничтожив более 20 немецких солдат. За проявленный героизм получил вторую медаль за отвагу. Демобилизовавшись, Мактуновский начал играть в кино и на сцене театра. С его участием вышли такие картины, как «Берегись автомобиля», «Звезда плененного счастья», «Они сражались за родину», «Москва слезам не верит» и «Горды Марины вперед». Иннокентий Михайлович скончался в 1994-м году от инфаркта. В 1939-м году сразу же после окончания средней школы Юрия Никулина призвали в Красную армию. В начале Великой Отечественной войны он сражался под Ленинградом, а в 1943-м во время авианалета был контужен, однако после лечения вернулся на фронт. В 1944-м году во время отражения контратакт Юрия Владимировича удалось обнаружить и вызвать огонь на 15 целей, уничтожив роту пехоты противника. За эти достижения Никулина представили к ордену славы третьей степени, но вместо него он получил медаль за отвагу. Также артист был награжден медалями за оборону Ленинграда и за победу над Германией. Демобилизовавшись, в 1946-м пытался поступить во ВГИК и ГИТИС, но преподаватели не нашли во в нем актерских задатков. В итоге Юрий Владимирович пошел учиться в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре, начал выступать на манеже, а затем и сниматься в кино. За годы творческой карьеры артисту удалось сыграть роли в картинах «Неподдающиеся», когда деревья были большими, «Самогонщики», «Камне мухтар», «Дайте жалобную книгу», «Бриллиантовая рука», «Старики-разбойники» и «Чучело». Актера не стало в 1997 году, он умер из-за осложнений после операции на сердце. Актер-фронтовик Георгий Юматов еще с детства мечтал попасть во флот и поэтому поступил в военно-морскую школу и стал служить матросом на Черноморском флоте. Уже в 15 лет он участвовал в боевых действиях в Крыму, в 1942-м был зачислен юнгой на торпедный катер «Отважный», а спустя год стал рулевым. За годы Великой Отечественной войны Георгий Александрович участвовал во взятии Бухареста и Будапешта, отличился в боях за Вену при штурме имперского моста, несколько раз был ранен и контужен. Он также дважды тонул, но выжил. Забрал свою медаль Ушаковой и награду за победу над Германией и стал актером. В копилке Юматова появились такие ленты, как «Весна», «Молодая гвардия», «Адмирал Ушаков». Они были первыми, «Баллада», «Солдати», «Стряпуха», «Офицеры» и «Тассу полномочен заявить». Георгий Александрович ушел из жизни в 1997 году. Причиной смерти послужил разрыв брюшной аорты. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. Также можете подписаться на мой второй канал. Ссылка также в описании. С вами не прощаюсь и до встречи.